Не знаешь, где можно поставить на любимую команду по Валоранту? OneWin это лучший букмекер, где ты можешь это сделать. Ведь именно здесь ты найдешь самые вкусные коэффициенты на абсолютно все матчи ЕМЕА. А также, перейдя по моей ссылке в закрепленном комментарии, ты получишь плюс 500% к первому депозиту. Быстрее регистрируйся, но мы переходим к видео. Фраги, здесь скрим достаточно опасно стоит, и он успевает здесь делать фраг вместе с Ямпи. Ну, слушайте, вот так вот и получилось. Мы видели подобные дуэли, там хоть один фраг удавалось дать, но на пистолетном не получилось вообще. Вот такой сейчас команды. Однако, это Гамбит, они еще и втроем могут доиграть, в принципе, Хроникл, который, как я сказал в интервью, только на дуликах и могу, конечно же, всех нас обманул. Он и на Вайпер сейчас может настрелять. Ой-ой-ой, там Редгар, какой приятный тайминг выбирает Редгар. Надо было попадать в Хроникл, минус по Криптиксу, но там еще один игрок за дефолтом, это Солкас. Так, Солкас затягивает, затягивает, пучина жизненных проблем, но все-таки из нее он выходит победителем. Ладно, Солкас, будут его фланговать, хороший минус от Нация, это уже 3 в 3, хороший момент от команды Гамбит. Установка спайка будет, что за шикарный прицел-то у Линка, он ему здесь не помогает. Минус от скрима, последний остается. Так, хроничаля, кровью! Ай-яй-яй, НТ. Это было неплохо. Это было близко. Кого не отходило, да, по крайней мере через воду, поэтому максимум, что через респонии могли уйти, говорит игрок Ликвид. Ну а в это время скрима отрабатывает по первому, думал, что убил второго и готов был перевестись на третьего, но нет. Подхил, а шейтоса полетел. Разбивается камера, есть информация по девятке. Там играет Солкас. Крайне опасный товарищ, вандал в руках, там плюс неподалеку от него еще один тиммейт. Но он уже смущается ближе к КТ. Да, здесь Солкас без проблем разбирается с первым, а с вторым проблемки есть. Три на три, с этим реально можно работать, плюс Фантом появляется для Натса. Ну и вопрос в том, как теперь против Линка отыгрывать. Линк в дефолте закидывает ему звезду и проходит команда Гамби. Ну, Линк сейчас должен убивать как минимум одного, он это делает. Второго тоже зафармливает, ввиду отсутствия полноценного здоровья. Натс, конечно, разменивает, получит инфу по всем остальным. И Спайк установил бы почти, но пытается зафейковать. У него есть время все-таки пачку поставить. По последнему инфа тоже была на миникарте, мог ее обнаружить. Ну и осталось только потанцевать и затанцевать, Ямпи, до самой смерти. Есть камера и полное понимание, где конкретно находится этот молодой человек. Да, Натс здесь, конечно, очень круто раскрутился в моменте. Но, опять же, у Ямпи вся в преимущественной позиции он у нас. Промутился под винты, но вопрос в том, что здесь растяжка. Он никак оттуда незамеченным не выйдет, не уйдет и так далее. Ямпи тем временем разведал информацию. И, мне кажется, команда Ликвид уже начинает понимать, что это выход на точку А. Но при этом они стакуются у себя на базе, а полностью отпускают. То есть тут больше внимания уделяется именно Б. Ладно, здесь Проникл уже устроил раскид. Коллектив может заходить. Вернули скрима к жизни. Большинство теперь на стороне Тим Ликвид. Но Спайк будет установлен. А вот вопрос куда? Все-таки под девяточку ставится плюс лобби. И ульту еще, да, я так понимаю, запустили господа из атаки. Так что да, здесь довольно уверенно должны... А, Хроникл тут же погибает. Вот так делишки разворачиваются. Так, Зафон неплохо пострелял. Шейдос также дал свой фраг. Но последний в итоге остается Нац. Есть информация по девятке, есть информация по КТ. Нац, нужно тащить еще один кулач. Братик, собирай. Собирай всю ману в кулак. Пора выстреливать. Критикс и Ямпи. Ямпи будет ревартироваться вниз. Неужели он просто двоим в спину зайдет? Неужели это Таяс сделает? Снова невозможно. Неужели? Он просто идет в спину. Киджу раскрывает Ямпи. Ямпи его отсюда не ждет. Ямпи начинает нашивать. Аааа! Это Нац! Снова кулач! Это не подставляется здесь. Тим Ликвид и не хотят сражаться. Линк со Скримом агрессивно. Рампуа выдерживают. Пока что есть информация по Хрониклу. Скрим первый минус по Нацу нашел. А вот размин от Хрониклы моментальный. И Линк все-таки ушел в более-менее закрытую позицию. Есть информация, что он отыгрывает по 9, и команда Гамбит, судя по всему, готова его сплетить. И действительно, тут будет выход по точку А. Посмотрим, что придумает Линк. Хроникл еще минус по Солкасу. Ну, Линк здесь действительно через это дым может очень много грязи наделать, но все-таки два фрага. Есть от команды Ликвита и только один от Линка. Два на два. Дефо забирает в КТ Криптикса. Последний остается Ямпи. Но товарищ невероятно опасен. У него оператор в руках. Возможно, свапнет девайс. Да, он специально подальше его дропнул, чтобы не слышно было. Ну и давайте смотреть, Ямпи потащит ли клатч. Ну, слушайте, Гамбиты такие клатчи тащили. А именно, что Натс, Редгар. Сейчас время, возможно, Ликвидом настрелять. Но попытка явно будет. Там не подставляются игроки атаки. И готовы в кроссфайр, возможно, какой-то взять. Но здесь такого кроссфайра просто не будет. Ямпи разбирается с Дефо. Не перестреливает Редгара. И это второй клатч для этого господина. 4-3-9. Да, так оно и будет. И под проход как раз-таки себе стелет эту стенку. Так, Дефо успел все-таки разорвать эту линию. Криптикс погибает. Но перед этим скрим также отметился фрагом. Фрагом. Ну и пока размены имеются от Ямпи. Ямпи тапаут обратно в КТ. И все-таки пока что в подсейве. И его хилит моментально Линк. Ну, опасно. Опасно. Здесь команде Гамбит Пикатс по одному. Все-таки так их меньше на одного игрока. 3 на 4. Но Дефо пора включать. Пора действительно разряжать свой фантом. Ну, шикарная граната под него была откинута. Его сразу же забирает скрим с девятки минус по Редгару. Ну и Шейдос 1 в 4. Первого забирает. Да, там 2 битых. В принципе, с ним можно справиться. Но пока что не получается. 7 патронов. Но ему не дадут перезарядиться. Если же это до этого дойдет. Ну, в принципе, не доходит. На 9 полетели медузки. Солкас первую разбивает. Ну, а дальше там каждый сам за себя. Хроник на себя очень много внимания стягивает. Держит трех опорников по точке А. И вот теперь Солкас может со своим Рокет Фьюзом поразить команду Гамбит. Но пока Гамбит никуда не торопится. Ой-ой-ой. Не-не, подожди. Взрывается прям в упоре. Ладно, так получилось, видимо. Ну, базука не сыграла. В итоге 19 секунд до конца. Ямпи разбирается с Редгаром. Мув от скрима. Приводит к двум фрагам. И кажется, раунд уже Гамбитом не потащит. Но Шейдос разбирается с Ямпи. Остается только Хроникл. Наверное, шанс, ну, просто по времени банально не хватит. Тем более, спайк потерян как раз-таки в гараже. 6 секунд до конца. Ну и фраг будет в концове раунда или нет. Но в итоге это все равно 7-5. Как бы там он не заканчивался. И в итоге, да, Хроникл погибает. Открывает сферу. Ну и, конечно же, после флешки от Ямпи наверняка будет заход именно на башню Б. Ну что же, Хроникл первый минус находит. Также идет пушить его Ямпи. Ямпи все-таки свой фраг здесь нашел. 4 на 4. 32 секунды до конца этого раунда. Скрим заходит на башню. Шикарный грант. Потому что Шейдос будет вынужден пикать. Ой-ой-ой. Не хватило урона. Ямпи даблкил. Ну и здесь только Натсу придется тащить. Хорошая работа от Натса. Еще минус от Натса. Натс неужели еще раздуплит сейчас свой ГОСТ? Да, это Натс. Это минус 3. Натс, батя. Что уж тут сказать. Так, ну что. Команда Ликвид направляет свои основные редуты под базу Б. Забирает звезду. И Солкас. Опа. Стянул. Стянул. Молодых стянул. Хорошо. Минус 2. Правда, Солкас успел дать свой рефраг. Но опять же, Линк проходит уже под плент. Ну а здесь его контролит. Натс, ну нет, ну нет, ну что вы, серьезно. Ну нет, ребят, так не работает. Так нет. Вообще не пойдет. Команда Ликвид. Это слишком было просто. Да, действительно, как-то вообще без боя здесь. Ну, с боем, конечно. Но сопротивление стороны Тим Ликвид не особо было видно. И Натс вообще не особо чувствует еще и последнего игрока. Ямби тоже погибает. А в это время команда Ликвид в пятером просто заходит под точку А. Есть чем остановить. Есть звезды, есть растяжки. Но есть, опять же, и скрим, который все это дело может, в принципе, сломать. Флешка полетела в дефолт. Давайте смотреть, чем этот выпад закончится. Натсу, конечно, тяжеловато здесь будет. Ему Шейдос всячески пытается помогать. Есть еще и птицы у Скай. Ну и в спину к Натсу уже выходит первый игрок. Солкас. Ну, это было неплохо. Аяз надо еще добирать дальше. А здесь еще минус Аяза. А еще, может быть, Аяз по отработанию по сопернику. Аязище! Бомбардирище! Линк, ты куда здесь, Аязище? Боже ты мой! Вот это король базы А! Не будет. А он увидел. Нет, он не увидел дефо. Ну ладно. Посмотрим, возможно, другого игрока переиграет. А здесь Ямпи на рампе находится. Во-первых, фраг. Натс на размене. Так, и в итоге... Ой. Дефо погибает. Дэш в сайт от скрима. И заход на плент уже 100% будет. И попытка ретейка 3 в 4. Как этот ретейк воспроизвести, непонятно. Да, Натс тоже уже погиб. Хроникл очень хорошо открывается на Линка. Так, ну вот из печальных новостей у Редгара Джадж. Понятно, что нужно как-то сократить дистанцию или свичнуть девайс на более подходящую. Но там Ганн только, я так понимаю, на базе защитников валяется. Может туда, конечно, пробежку устроить. Есть стеночка. Как раз-таки ее открывают. Но скрим под девяткой может не пропустить. Здесь пацанов. Хроникл при этом с той самой базы защитников уже выдвигается. Сменил девайс. Ну и Редгар начинает движение. Не прочихал под собой. Разбирают скрим с ним. Ну а Хроникл уже добирает Криптикс. Ну и... Но, на ней команда Гамбит тоже играет. И играет исправно. Ой-ой-ой. Есть информация. Под флешечку пикнуть. Хороший минус Ашейдоса. Хороший минус от Натса. Нат живет Натс. Немного не хватило здесь, да. Чтобы на Ямпе еще хватило урона. Но посмотрим. 3 на 3. Играбельная ситуация. Лучше, чем предыдущий раунд в любом случае. Да, и не перетягивают сейчас Гамбиты на Б. Понимаю, что там может быть разворот-поворот. Остаются на своих позициях. И, в принципе, судя по тому, что сейчас делают Ликвид, Гамбиты все делают правильно. Но, правда, все равно большая часть внимания уделяется пленту Б. Это значит, что Дритейк все-таки дело дойдет. Редгар, конечно, проинформирует своих союзников, что здесь пройдут на плент А. Но ему желательно здесь жить как можно дольше, не умирать. Потому что спектр... Ну, к сожалению, в руках у него сейчас для него спектр. И это больше для близких дистанций. И появляется информация у команды Гамбиты. Хороший минус от Редгара. Есть звезды. Есть еще Мана. Хорошо. Редгар, как же ты хорош. Дядя в соло закрыл трех игроков команды Ликвид плюс оператор для Дефо. Надеемся, что сейчас пропрет. И это поможет команде Гамбит выйти на 12-11. Ну и в целом команда Ликвид готова заходить на точку Б. Ну что же, дорогой наш друг Дефо, пора творить историю. Минус 2, но здесь через 9 заходит уже Ямпи. Он прекрасно слышит своего оппонента и ждет, пока откроется камера. Ага, спалился. Попався. Информация по нему есть, но... Хотел сказать, есть возможность также перестрелять кого-то, но нет, не вышло. Раунд должен уходить сейчас с Гамбитом. Уходит на сейв сейчас Ликвид. И что? Это один раунд разницы. И что это означает? Допы на первой же карте очень-очень близки. Пока контроль базы Б принимает решение сделать команды Ликвид. Ну что же, Солкас полетел на бупалках. В ней видится его оппонент. Криптик в первом минус по Редгару. Как он здесь не убил, но все-таки Дефо погибает. Пять в три. Большинство для команды Ликвид зачищает девятку команда Гамбит. Ну и давайте посмотрим за ретейком. Получится ли он команда Гамбит или же Ликвид заберут первую карту в этом матче. Ну, выглядит все пока что грустно. Да, там разламывают какой-то раскид уже от атаки. Нац покидает этот дым. Понимаем, что его могут и проспреить. И, в принципе, как-то агрессивно у него сыграть. В итоге дождался, когда он вовсе пропадет. Хроникл с девятки уже уничтожает. Паташка работает. Это минус два. Два в три по итогу ситуации. В принципе, времени достаточно. Потратили гранатку. Но 22 хп остается у наца. Его просто уничтожают. И это закрытый сплит для коллектива Team Liquid. Но это было очень и очень близко. Гамбит могут это сделать на байнде. Но последний у них был все-таки проигран. Надеюсь, что не повторят они эту историю. Однако Team Liquid в любом случае красавчик. Ликвид, ну, я думаю, можно рассчитывать на семерочку и там доигрывать. Учитывая, что прошлая карта закончилась очень близко, здесь, вероятно, в принципе, победа. Если так же все пойдет. Здесь уже, в принципе, зашли на плент ребята из Team Liquid. Хроникл принимает Ямби. Он здесь вот на Саве играет. Более комфортная, мне кажется, для него сигнатурка в виде агента. Ну и старт неплохой. Спайк только сейчас устанавливается. Здесь стеночки перегородили. Проход справа атакующий. Будет сложно, но нужно как-то вместе здесь действовать и вырубать всех, кто мешает этому ретейку. Так, ну, отзонился ЛК своих оппонентов на лапах Моликом. По-прежнему четыре игрока за бэксайтом. Ну и посмотрим, как здесь команда Гамбит сможет этот спайк перевернуть. Ай-яй-яй, скрим, опасно врывается в файт. Минус Пушейдос, минус Патафон, минус Хроникл. Нац выходит в спину, но все, по нему вся информация есть. И Нацу здесь не дадут никуда выйти. Проагрессивничал и девайс потерял свой. Но немножко линка хотя бы просадил. То есть здесь, если Хроникл доиграет, то он это делает. Разбирается с ним. Все, 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 разбираем быстренько покупочки. Точнее, потерянный девайс просто возвращаем. В это время идет все-таки полная ротация под точку А. Посмотрим, что здесь получится у Шейдоса на пропрыгах. Чекать своего соперника. Криптикс в это время уже проходит в упор. Ну все, маячок есть. Попытка задержать выход по шорту. Раскида пока нет. Ух, заспреивает все-таки в голову Шейдоса одного. Второго тоже не пропускает. Репла для него в этом раунде. Там пацанов 10 секунд. Они выйти не смогут. Вот поубивать кого-то еще варианты имеются. А Шейдоса все-таки отправляет в некст раунд дожидаться его. Но в остальном Ликвидс собирается просто сохранить свое оружие. Здесь Натс со своими раскидами поигрался. Вот погиб по итогу этих розыгрышей. Девайс потерян. Ну, Дефо с кинжалами все равно может его подобрать. Но я думаю, об этом и речи не может быть, потому что Дефо на Б отыгрывает. Так, ну что здесь через ультимейты занимают быстро все нужные позиции. В том числе лампы. Бэксайд отзонен дымами. Шейдос хочет рискнуть под флешку. Может, в принципе, выйти, если захочет. У него еще имеются две. Но пока просто контролирует в дымах позицию. А Редгар уже погиб. Хроникул. Слушай, ну нормально здесь. Кое-как разыграл. А в спину вышел Дефо. И у него на экране скрим погибает. Дальше позиция ламп под контролем тоже. Но в итоге немножко сбили Дефо его позицию. И в итоге два под лапами остаются. Это Солкас и Линк. Хороший фраг от Линка. Два на два. Выходит Дефо. Свой оппонент просто моментально ножи в голову. Вкидывает еще одному минус от Дефо. Даже минус три. И это второй раунд для команды Гамбит. Так, пролетает. Ой, какой тапчик от Ямпи. Никаких проблем не возникло. Лампы пока не захвачены. Но, в общем-то, Гамбиты их тоже не особо собираются контролировать. По крайней мере, пока что шикарный выход. ПКМ работает. Ликвид уносится отсюда. Остается в живых, но ненадолго. Здесь товарищ Ямпи. Однако это три на три. Очень мало здоровья у Редгара. Спайк тикает. Пытается там выйти Криптикс. Он заметил прекрасно капитана коллектива Гамбит. Но пока не может ничего сделать, как и сам Редгар. Не может выйти. Но в итоге дуэль состоялась и проигрывает Смокер команды защиты. Дефо на операторе. Ну, знаю, где там парень находится. Пытается прострелить. Шикарно. Это получается у Хроникла. Но дальше нужно еще доиграть. Так, что же. Ревил падает. Моментально ломает его игроки. Команда Ликвид. Будет ли пикаться? Будет ли пикаться? Дефо против Солкаса. Есть минус от Солкаса. И Хроникл успевает. Третий раунд для команды Гамбит. Так, с помощью Бумбота понимают, что на окне довольно безопасно. Над здесь не особо переживал за машинку. Но должен дать колл. Ну, Редгару не нужен колл, в принципе. Да, он здесь сам собирает информацию. Сейчас-то точно можно жать какие-то дымочки. Так и происходит. Над спину должен закрывать парня. Да, это справляет все-таки с ним. Но там уже на пленте разыгрывает еще один игрок. Минус Солкас наконец-то. Какие дапчики от коллектива Гамбит. Никакого фрага не находят. Шокдарты не нашли своего адресата. Причем один Шокдар только откинул Хроникл. И Ямпи здесь. О, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, говорит Шейдос. А что вы идете в мой сад? Это мой сад. Уходите отсюда. Да, здесь мои звери живут в этом саду. Пожалуйста, не мешайте им. Но в итоге возвращаются все равно к жизни одного из павших воителей. И доиграть-то это все еще представляется возможным. У Шейдоса здоровья крайне-крайне мало. И вернуть его не может. И что, неужели не развернутся Ликвид в этой ситуации? Неужели продолжат давить сюда? Хотя по всем уже информация есть. Тут 54 секунды до конца можно развернуться. Но по всей видимости будут принимать сейчас Гамбит этот агрессивный выход. Да, есть ультимейт за бэксайд. Там, конечно, Редгару не так свободно, но можно поразыгрывать. Базука для Солкаса полетел. Можно Вэлова выпускать. Он не решается это сделать. В итоге просто всех распреивает. Базука никого не взрывает. И это восьмой для Гамбит. Двойна. Ну что, есть также раскид плента. Должны будут всегда выходить Солкас при этом дефу. Кстати говоря, я уже разобрал Хроникл. Прекрасно принимает своего противника. Ну и спайк все равно будет установлен. Редгар пытается что-то понашевать. Но пока без каких-то попаданий. А вот сам проседает до 79 хп. И разделил снова мирно пополам. Игрок команды Гамбит. Шейдос. Минус по Солкасу. Уже 3 в 4 большинство для коллектива. Из СНГМ. Шейдос очень битый. Да, подхилы здесь, судя по всему, нужно ждать. Не придется. На свайпер с байтом закрывает скрима. Ну и Линк с Криптиксом попытаются 2 в 4 растащить этот момент. Давайте пожелаем, конечно же, удачи. Но, мягко говоря, шансов тут не так много. Хотя Линк закрывает первый Криптикс второго. Все, есть вся необходимая информация. У коллектива Гамбит выходит на первый Криптикс. Остается в Соло 1 в 2. Радгар идет его тушить. Проигрывает ему эту перестрелку. И Криптикс держит угол. И здесь на него Нас выходит. И ставит точку. 9-3. Команда Гамбит в хлам забирает первую половину. Учитывая то, что они вели 3-0. Да, но прямо сейчас они вот, как было мной предположено по началу раунда, решили избрать очень медленную тактику. Хроникл не натекал там парня в упоре. Ну и в принципе не беда, потому что пацаны выходят в окно. И сейчас есть прай на одного. Но вот на второго уже не хватает. Размен удался для Гамбит. Можно также выйти на плент. На самом сайте никого нет. Только вот Элба под контролем у Криптиксона. Опять же, реализовать свою позицию он пока не может. Не в состоянии. Дымочки всем мешают абсолютно. Ну и Спайк стоит, пытается Ямпе нашить кого-то на позиции, но не находит абсолютно никого. И в итоге просто уходит на раскид, на какой-то розыгрыш. Хроникл дожидается здесь парня, но Скрим в прыжке. Разбирается с ним с помощью проводной мыши. Есть хилочка для самого себя. Уходит дальше в окно. Но и слушай, ситуация 3 в 3. Да ладно, удается Гамбитом немножко перестрелять. Правда, не сдаются. Игроки тем липкой от спины. Оказывается, Редгар против Скрима. Скрим знает, что на ланге никого нет. Будет пикаться с окном. И есть револьвер в руках, но неважно. Редгар. Четкое попадание в голову. И это 3 действует. А здесь Аяз тоже, посмотри, как промутился. Это Аязище. Аязище. Да, он здесь ультанул. Немножко его граната подкоцало. Но такое ощущение, что Аязи чувствует себя максимально комфортно в качестве такого вайпер-люркера. Хотя он здесь не совсем один находится. Но, тем не менее, очень большую зону себе уже отжали Гамбиты. И сейчас нужно придумать что-то Ликвидом. Что они делать будут? Потому что пока что-то не зашли. Спайк не ставит. Шридос уничтожает. Солкас и Скрим. С одной стороны у тебя ультимейт вайпер. С другой стороны шорт пушит. Что делать? По всей видимости погибать. Ну что, это 4 в 3. Спайк ставится на не совсем дефолтную, кстати говоря, позицию. Ну и осталось понять все-таки, что будет делать Ликвид. Я не знаю. Это какие-то гении. Даже если раунда нет сейчас идут, они просто гении на Гамбит. Это жесть. Ладно, смотрим. 3 на 3. Линк по-прежнему с Джаджем. Но этот парень с этим девайсом, конечно, умеет вытворять чудеса. Остается у нас Натс плюс Редгар. У Натса сетапа нет. Да, то есть здесь никак, к сожалению. Кроме стрельбы не сбить Дефьюз своему сопернику. Но тиммейт спадет. А там дымочек лежит. Прострелил Редгар здесь. Немножко не попадает Натс. Ситуация 1 против 2. Есть попадание в голову. И он распроявит еще Редгар еще. Очередной клач от Кэпа. Ну что, давайте, парни, 13-й к ряду. Сделаем небольшую сказку. Возможно, сотворим маленькую историю здесь. Да, ты снулся с твоим Джаджем, дядя. Ну что ты делаешь? Ну зачем? Да, ну что. Дефо отлетает в этом раунде тоже первым. В предыдущем примерно так же все начиналось. Но в этом раунде нет ультимейтов сейчас у гамбистов. Здесь все гораздо сложнее будет теперь закончить. Уверенно, Натс выходит на перестрелку. Справляется с ней. Минус Ямпи. Еще и Золкаса сюда же. В табуляцию, пожалуйста, загляните. Дальше занимает лампы. Подбирает свой дымочек. Скипери стреливает с Кримчика. Он уже ровно. Он говорит, что они у нас выиграли первую карту? Да как? Это возможно. Натс, давай. Четвертый фраг. Ставим точку в этом противостоянии. Криптикс. Криптикс. До свидули. На следующей карте 13 раундов подряд от Гамбит. Проиграли 3-0. По факту мы с вами видим максимально спокойные лица, кроме Радгара. Радгар удоволен. Ну как же Радгар хорош. Как же хороши. В принципе, команда Гамбит переиграли в салат. В нули. Команду Ликвид. Да. Учитывая первая карта супер близкая, вторая те же команды, но результат вообще жесть. Лайк. Ну что, поехали. Первая пистолетка очень важная. Сразу же есть информация у Шейдоса по двум игрокам на центре. Исходя из этой информации, на самом деле команда Гамбит может даже строить теорию, куда пойдет команда Ликвид. Опа. Вовремя. Вовремя Шейдосик сцену поставил. А Линк в это время уже ставит спайк. На точке Б. Ну что, ретейк 5 на 5. Что по ютилити. Пока ладно. Давайте посмотрим, как хроникл на хобер минус. Ямпи. Размен имеется. Ну и, кстати, Ямпи вообще по хп здесь не просел. Так что будем смотреть, как дальше. Команда Гамбит 4x4 будет разыгрывать этот раунд. Показалось на секунду, что они хотят в спину втроем выйти, но в итоге разворачиваются и со всех ног бегут именно к установленному спайку. Но при этом Ямпи остался закрывать в спину. Если они не поторопятся, то Гамбит могут просто расстрелять в бочину. Пока что за желтым неплохо справляются и одни, и другие. Ситуация 3 на 3. Спак дефьюзится. Вообще без вопросов. 1-0 за Гамбит. Ямпи. Ну все. Это будет выход. Это, скорее всего, будет беспрепятственный установленный спайк. Ну и попытка ретейка будет от команды Гамбит. Но нужно как-то со спины попытаться будет где-то зайти, где-то подстилить кого-то. Ну и вот, на центре будет файт. Есть минус. Нет, пока минуса нет. Есть информация по Солкасу. Врывается тут Ямпи через Токсик Скрин. И в это время будет установленный спайк. Давайте посмотрим, чем закончится. Агрессия Шейдоса. Да, справляется здесь все-таки с устанавливающим спайк агентом. 8 секунд до конца. Там просто разрывает весь коллектив Гамбит. Попытка вновь прервать установку не заканчивается ничем хорошим для Гамбитов. И да, здесь только Дефу с Маршалом. Кажется, ему тут не стоит рассчитывать на победку. 1-2. Все-таки, конечно, доставался. Но в этот раз были бдительные игроки. Так, здесь вновь только... Подожди, не, не только. Сейчас они с Дефу здесь принимают целую армию. Получится ли в этот раз это удачно разыграть? Вновь желтый занимает Ямпи. Но, может быть, они ожидают, что в этот раз там за желтым еще кое-кто кроется. Хотя уже ожидания излишни. Потому что Ямпи погибает после выстрела снаперской винтовки. Солкас при этом пропушил тюбу. Разбирается с разведчиком коллектива защитников. Натса, мне кажется, здесь не ожидают. Да, они ждут только Дефу здесь. Натс даже себе не чекает. О, в итоге есть минус от Аяза. Размен от Скрима в это время. Кстати, там еще и Хроникл нашел фраг по Солкасу. 2-3. Большинство для команды Гамби. Давайте посмотрим Дефу с оператором по-прежнему на кухне. Скрим залезает наверх плента. Есть информация от Шейдоса. И вместе с Хрониклом на пару они переигрывают Адиля. Установка спайка от Криптикса. Прострел, прострел, прострел. Убил Шейдос Криптикса. 3-1. Не помогла. Похожа сейчас работа для Хроникла будет. Причем такая тяжелая, трудная. Но если он с ней справится, то и четвертый раунд можно себе забирать. И пока начало очень неплохое. Так, ответная флешка в исполнении Хроникла. Хорошая работа от Скрима. Есть размен. 4 на 4. Заход под Аплайн продолжается. Но здесь все уже игроки команды Гамбит за исключением Дефу. Шейдос живет за бэксайтом. Ждет пока активный пик будет со стороны коллектива Ликвид. Стенка моментально устанавливается. И здесь... Ну Скрим должен переигрывать. А нац как же подсобил. Криптикс минус по нацу имеется. Здесь два игрока под 9 команды Гамбит. По одному точно есть информация. По второму огромные-огромные вопросы. Дефос КТ допускает первый промах. Полетел ревил. Поднимают Криптикс. Линк будет поднимать или нет? Пока что не поднимает. Работа от Шейдоса. Хороший фраг по Линку. Не будет никакого ревайва. 3-2 будет число для команды Гамбит. Нужно додавливать. Солкас и Криптикс вдвоем. Раскрутят ли этот момент или нет пока непонятно. Ревил за бэксайд будет откидывать. И здесь Ротгар забирается наверх. Вместе со своей командой. 4-1. Как-то набрать себе преимущество. И Ямпи начинают как раз таки именно с фрага. Так, ну что. Минус 1. Можно доигрывать. Хроникл здесь был большой проблемой при проходе. Сейчас лишившись его, Гамбиты могут потерять этот раунд. Но все еще живы Шейдос и Дефос. Дефос с палкой стрелялкой может наделать очень много проблем. А Шейдос может вернуть к жизни погибшего союзника. Им, наверное, будет Ретгар. Так, и сразу же активируют гнездо гадюки вайпер команды Ликвид. Ну и здесь, конечно же, тяжело будет уже 5 в 3 доиграть этот раунд в команде Гамбит. Но так или иначе, Дефо уже потратил даггеры. Ну, надо попробовать. Возможно, сейчас у Никита залетит. Никита залетает в первую. Никита не видит. А вот Никита. Ай, как обидно ты. Он попал по сопернику. Но это Шейдос. Какие же важные два минуса. Можно резать. Ревайвить можно. Можно. Можно резать. Да. Прям в углу погиб против... Союзник точнее выходит. Разбираться кое с кем. Ну, таки погибает. Япи с оператором. Ему нужно свитчить девайс. Хотя у него есть дэш. Он может, в принципе, это разыграть. Свитч произошел по нему. Прекрасно. Создают. Они выиграли этот раунд. Чего они взяли? Они взяли 5 в 3. Да даже 4 в 2. Да какая разница. Они это взяли. До этого момента они уже 2 раза подряд так делали. Размена Дефо моментально имеется. Также неплохо Дефо будет. С оператором отрабатывать дальше по оппоненту. Но здесь уже скрин над головой соперника. И 4 в 3. Очередное большинство для команды Ликви. Дважды подряд им не удавалось его реализовать. Причем дважды 4 в 2. Магия числа 2. Так. Есть минус от Шейдос. Хорошая работа загонять в угол своего оппонента. Но чуть левее по крипте. Супеработать можно было. Не попадает по нему. Редгар. Но 3 на 3. Играбельная ситуация. Тем более, что спайк не установлен. А на позициях уже команда Гамбит. Так. Летит стрелочка. Но можно подождать, когда она пройдет. Есть хороший раскидшок дартами. По-моему, там ничего не попало по криптиксу. Да. Он с полным запасом здоровья. В итоге Шейдос начинает сокращать дистанцию. Ему нужна подкрепа с позиции базы защитников. Иначе его просто здесь могут расплетить. Криптикса. Он чекает. Но криптикс чекает мощнее. Дальше перестрелка уже в меньшинстве. Есть размен 2 на 2. Теперь очень близко играют Тим Ликвид. На раскид, я так понимаю, там уже не особо получится выйти. Позиция довольно близкая. Нас просто выходит. Есть. Играет раскид с этой позиции. И он сыграет. Они не смогут раздефьюзить. Окей, перестрелку еще можно выиграть против Солкаса. Они это делают. А что по Молотову? Все. Он садится. Он успевает дефать, дорогие друзья. Это очередное большинство, которое Ликвид не смогли. Да ладно! Они смогли! Я почему-то по звуку думал, что там реально хватает секунду в секунду. Но 37 сотых. Так, ну что же. Ликвид все-таки добрали свой второй раунд, к которому они так долго шли. И теперь будет невероятная плюс уверенность. Хотя Дишейдос одними над головами соперников. Первый минус. Второй минус будет или нет? Криптикс и Линк дают два фрага при заходе на точку А. И снова в большинстве. Ой, а уже 5 в 3. Уже 5 в 3. Шокдарты прилетают на дефолт. Да, разобрали дефо. Ну слушай, здесь... По денежкам все должно быть хорошо. Можно не сейвить. Можно повыбивать что-то из Ликвидов, наверное. Но опять же, может я ошибаюсь с поводу кредитов. С одной позиции сейчас Редгар и Натс будут играть. Есть стеночка. Кстати говоря, он не отдавал ее. Ну, сейчас, может быть, действительно что-то получится. Хороший ревил. Есть информация по Ямпи. Они пытаются не отпустить оттуда его Редгар. Но, в любом случае, он оттуда входит в освоясь. И теперь-то, наверное, точно это будет сейв. Никто так и не подставился под защитников. Третий раунд забирают. Так, Натс на стрель еще минус по скриму есть. Да, третий раунд для команды Ликвид уже точно никто не отменит. Но здесь уже Гамбит пытается просто и сами девайсы унести, и отстрелить соперника. Ну что, ну, дать фраг и уйти. Шикарная работа. Все, ревил сломан. Ямпи заходит на плент. Здесь Хроникл. Также еще один минус для команды Гамбит. 5 в 3 большинство имеется. Но расслабляться рано, потому что жив скрим. И ультимативное в исполнении Солкаса. На самом деле, вот хочу обсудить потом этот раунд, как у них выход происходит. Но сейчас самое главное, это Редгар, который заходит в спину и, возможно, сейчас выиграет все своему коллективу. Там еще и Натс, кстати говоря. Спайк-то не установлен по-прежнему. Да, есть ультимативная у игроков атаки. Но мне это не гарантирует то, что они раунды доиграют, учитывая, что у них еще и меньшинство. Все, Натс может играть агрессивнее. Редгар! Минус голова скрима. Ну, по правой позиции также теперь можно понять, что происходит. Это что, интересно, такое? Криптикс по лезвию ножа ходит. Лан 2 в 4, дорогие друзья. Криптикс по правому углу и моментально забирает Натс. Последний остается Солкас в планету. Ну, просто мясом, просто мясом ему надо идти задавить. Не надо здесь бояться просто зайти все вместе и распихать. Нашли! Нашли! Хроникл успевает все-таки отойти с этой позиции. Дефо разбивает также глаз и дрон. Так, ну что же, полетел ультимативный скрим. Находит свой первый минус. Хроникл на размене моментально отрабатывает. Хроникл убегает через телепорт. Дефо, по-прежнему, за бэксайтом живет. Скрим забирается снова на веркатуру. Видит его оппонент. Отходит обратно. Линк пытается работать против Дефо, но Дефо здесь за стенкой, поэтому он пока что в безопасности. Посмотрим. Натс на базе атакующих. Прямо в респе сейчас находится. Ох, как же ему долго. Потом придется сокращать дистанцию до своих противников. Тем более, что у него там еще и Солкас будет с ним стреляться. Да, перед стрелочкой он проигрывает. А Солкас-то на сетап пошел. Да, ну закрыли. Все четко сделали. Прекрасное исполнение. Вот Гамбит все понимает, что происходит. Но там три человека. И эти три человека с девайсами. Правда, один из этих людей уже погибает. Ну и свою ультимативную подрубает теперь Хроникл. Шикар. Шикарная стрельба по скриму. Линк воюет неплохо. Но даже если бы, то здоровья там было мало. 9-3. Все для Германа. Как хотел, получай. Дрон. Как раз-таки следом за этим дроном. Хроникл идет. Сам, видимо, будет разбираться. Не до чекал скрима. Но может быть еще удастся что-то здесь делать. Есть размены. Хроникл все-таки уничтожили. Шейдос продолжает нигилировать там за бэксайдом. Правда, его скорее нигилируют. В этом моменте. Дефо знает, что на девятками есть противник. И знает, что еще Криптикс без здоровья находится под этой самой девяткой. Так, но здесь хороший угол ОДФО на самом деле. Можно находить ему фраг по оппоненту. Но 4 в 3 в большинстве по-прежнему команда Ликвид. 4 в 2 уже. Редгар и Натс остаются вдвоем. На постплент ситуации. Редгар контролит своего оппонента при выходе справа из-за сферы. Ну и здесь первого забирает. Это Ямпи. Хороший минус от Редгара. И ревил не вовремя достает. И в итоге Натс. 1 в 3 остается Натс еще. Давай, работай, дружище. Есть минус. Но там уже дефью спайка идет. И, по-моему, даже там стенка была установлена. И никак этот раунд не заберет. Команда Гамбит. Он же наделает много бед. Потому что он знает, что на минуты никого нет. Они должны выходить на Б. Можно, в принципе, перетягиваться. Игрокам уже с точки А. Солкаса здесь напрягает. Линк все-таки, да, отличный мув. От него Солкас при этом Шейдоса разбирает. И, кажется, проблема в этом раунде у Гамбит. Так, Редгар. Важный минус по Солкасу. Ой-ой-ой, за бэксайтом Линка можно было находить. Но здесь трех сторон из КТ не попадает Ямпи. Шикарный минус от Кроникл. Он 1 в 2 остается. 27 секунд у него есть на то, чтобы реализовать этот раунд. Шикарная флешка от Рейна. И здесь продолжается доминация от Скрима. Или же нет? Скрим погибает нас. С 1 в 1 остается Кроникл против Ямпи, который остается без армора. Установка спайка будет и не будет менять девайс сейчас Ямпи. Ну и что же, кто кого раскрутит, кто кого хитрее. 3000 IQ Кроникл или же 3000 IQ Ямпи. Уброс, охлопим спину! 11-й для команды Гамбит. Команда Гамбит прямо сейчас первоначальной. Да и, в принципе, итоговый выход будет на базу Б от команды Гамбит. Так, Солкас шикарный. Ой-ой-ой-ой! Как же ты, Солкас, хорош. Невероятен просто молодой человек, игрок. Команда Ликит. Но здесь уже Линк. Так, тут на самом деле проблем-то огромные. Редгар очень битый по ХП. Сразу же гнездо Гадюки активируется. Аязом сползает по канату Линк. Линк уходит отсюда. Криптикс очень битый 20 ХП, но он все еще жив, а значит, представляет опасность. Редгар при этом семью здоровья. Сейчас Ямпи возьмет себе вандал. Скрим, Скрим убивает здесь все-таки Дэп. О, уходит, естественно, в изгнании. Ямпи с ворованным девайсом убивает сейчас Редгара. Да, так и происходит. Остается только Натс. Окей, разобрались. И Скриптикс, Сэм, это трипла от него. Но это либо Эйс, либо проигрыш в раунде, по всей видимости. Что, есть возможность. Ультимейт он себе продлил. Там два довольно фуловых пацана. Кинжалы для Ямпи, но в любом случае у него еще вандал имеется. Ох ты, увидел его Ямпи на самом деле. Да, и здесь Скрим переигрывает. Натс, 11-6, очень важный раунд. Причем экономичу и Криптикс. А пацаны выходят на единственного опорника планета А, и это Скрим. Ох ты, пролетел на скейте у нас Хроникл. Успевает Скрим уйти за бэксайд. Будет ли давить его игрок Амады Гамбит? Будет, конечно же. А Дефо и Наци есть минус также на центре. На перетяжке подловил здесь Солкас. И это 4 в 2. Два игрока с 9 вылетают. Это Линк и Криптикс. Есть ревайв. Можно, в принципе, Скрима поднять на колени. Линк, шикарный выстрел по Дефо. Это уже 3 в 2. Можно делать 3 в 3. И здесь погибает еще и Редгард. 2 в 2. Нужный ревайв. И срочно здесь Скрима. Линк, что ты творишь? 1 в 3. Остается Шейдос на ровном месте. Можно работать. Шейдос. Первый фраг хороший. Нужно работать дальше. Но там Дефьюз идет. За метло имеется. И Скрим выходит. Ставит голову. Линк, что ты сделал? Я не знаю. Наткнуться, скорее всего, Гамбит на это укрепление. Вопрос в том, как его разыграть. То есть, понятное дело, полетит стенка Вайпер. Стенка, стоящая установка Спайка. Но до установки Спайка, на самом деле, может даже и не дойти. Потому что там Солка, Скрим. Они будут простреливать этот бокс. Который будут ставить Спайк игроки команды Гамбит. Стенку разобьют в одночасье. Будет стена, но в одночасье ее не разобьют. Потому что там прострелами будет. О, что? Все. А все уже. Больше никого нет. А уже все. Вот это пришло. Вот так вот раунд проходит у команды Team Liquid. Спайк на Спайк у Редгара. Правда, пока он его несет, еще и Криптик все собой забирает. Говорит, спасибо большое. Но они могут и не успеть добраться. Ямбит в упоре. Он видит. Ой-ой-ой. Не попадает по Редгару. Но у него была пачка. Это самое важное. Да, погибает нас. Правда, Ямбит все равно уже разменяли. Два в три здесь. Скрим разбирается с Шейдосом. Теперь уже два в два. Но у Редгара нет денег. Но есть ультимейт. Ну посмотрим, ладно, как доиграют. Здесь Спайк установлен. И Скрим будет разыгрывать этот раунд с Солкасом. Солкас нереально сильный. Но давайте посмотрим. Возможно, Редгару хватит 20 хп. Солкас контролит выход на кухню. И здесь у Дефо могут быть проблемы. Его с двух сторон идут чимить. Скрим уже справа. Дефо по нему пока что никакой информации не обладает. Дефо посмотри направо. Дефо погибает. А последний остается Редгар. Есть ультимативный. Но тратить его прямо сейчас это не нужно. Один в один остается Редгар. 20 хп. По Солкасу информации точно нет. Поднимаем. Соберник. Иди. Солкас берет этот раунд. Это матч-пой для Ликви. По этой уверенности идет под эту тьюбу. Там полетел ультимативный заряд от Редгара. Ну давайте смотреть. Первый минус от Криптикса. Размена от Нации. Имеет знак. Минус два. Уж со спектра находит шикарная работа от игрока команды. Гамбит. Скрим заходит в эту сферу. Его контроля два игрока. Не успевает на него разменять Нации. Но здесь приходит Хроникл. Три в два ситуация. Нужно делать счет 12-12. Игроки команды Гамбит максимально собраны прямо сейчас. Куда идти пока непонятно. А Спайк уходит на точку А. А здесь только один опорник. Это Линк. Но его недооценивать ни в коем случае нельзя. Этот парень уже подарил однажды жизнь своим тиммейтам. И все прекрасно знает. Сейчас над, что здесь два игрока в КТ будут. Ну что же. Установленный Спайк будет. И скорее всего закроют Нации. Ну я так думаю. Ой-ой-ой-ой. Линк может выйти и отменить установку. Но этого не делает Редгар. Если что. Подкрепие по голове для Хроникла. Остается два игрока атаки. Нации Редгар. Ультимативная была уже потрачена. У них нет никакой суперспособности. Но почему? Шот и Натс. Четыре фрага в раунде. Можно сделать здесь. Но это не самое главное. Редгар убивает Линк. Куда? Топы. Куда вы собрались? Какие самолеты? Сейчас все будет, ребята. Все нормально. И получится ли сейчас? Так. Дефо довольно опасно здесь стоит. И от скрима есть первый минус. Дефо как раз таки погибает. От скрима регулярно эти фраги имеются. И еще минус от Криптикса по Хрониклу. Три в пять уже большинство для команды Ликвид. Ну что же, дорогие друзья. Стенка ставится. Моментально ее пытается разбить игрок команды Гамбит. Но здесь Шейдос под собой не знает, что у него есть оппонент. А какой же приятный угол для себя берет скрим. Как же скрим отыгрывает в этом матче. Это просто богоподобно. Но все еще можно перевернуть Натс. Есть минус по скриму. Три в четыре уже более играбельно. Прилетает ревил за бэксайд. Один игрок с девятки, два с КТ. Ну и что придумает команда Гамбит прямо сейчас? Выходит, но очень-очень медленно. Сейчас игроки защиты там уже в спину начал крутить Ямпи. И если они притормозят, то возможно отлетят от него. В принципе, тут и Линка достаточно на мейне. Шейдос есть хорошая голова. Но один в три. Там около 20 секунд осталось. Спрей на дальней дистанции не срабатывает. Тринадцатый для Тим Ликвид. Хроникл может с ним здесь повоевать. Но преимущественно он видит голову. Промахивается Ямпи. Все еще может Хроникл здесь удивить. Минус Линк, минус Ямпи. Окей, можно доиграть пять в три. Надо добраться до установки плента. Там уже, глядишь, все получится. Но здесь с центра. Натс прекрасно здесь действует. Не позволяет запушить и спортюбы. И может быть удастся Гамбитам довести до следующих допов. Да, три в пять. Скрим, Криптикс и Солкас. Разбивается моментально флешка. Натс. Но здесь проиграет перестрелку Скрим, потому что вдвоем припекают. Солкас еще минус по Хронику. Это три в три уже очень опасно. Пять в три было преимущественно для команды Гамбит. Но и Скрим жив, а это самая главная проблема. Его остраняет Дефо от этой должности. Два в три большинство для команды Гамбит продолжает напрягать нас вместе с вами. Дорогие друзья, Криптикс один в два остается против Шейдоса и Редгара. По нему есть вся необходимая информация. У него есть ревил, но времени уже не так много, чтобы медлить. В этой ситуации прилетает Шокдарт, идет пушить мейн Криптикс и не перестреливает Редгара. Понимает, что это не Деф, дорогие друзья. Один в один остается Шейдос и просто будет стараться дефать до конца. И не позволит ему этого сделать Шейдос. Стринадцать тринадцать, мы продолжаем смотреть этот увлекательнейший Валорант, друзья. Да, выдохнуть еще разок пришлось нам всем. Играем дальше. Тринадцать тринадцать. Те, которые тоже пушат из Дефа. Ой-ой-ой, какие проблемы могут быть? Дефо попадает по линку. Хороший опен. Ну и продолжит ли? В итоге отходят, кроме Хроникла. Хроникла в упоре против Скрима. Можно с ним разобраться, но осталось только увидеть противника. Он бросает ему вызов, он бросает ему вызов, падает не вовремя. И Скрим все-таки находит здесь свой минус. Продолжает, они регулируют соперник. Друзей Шейдос не отпускает своего перспективного оппонента. Но Шейдос минус два. Разминус Солкаса добавит еще один минус по Солкасу. Шикарная работа для команды Гамбит. Криптикс последний. Один в три. До свидания. Один матч-пой для команды Гамбит. Но теперь наша, наша очередь. Испытывать те самые эмоции, когда в одном шаге находимся от победы в этом матче. Ну что, команда Ликвид, что покажет прямо сейчас? Видел Хроникла, но только одного. Но Хроникл это Люркер. Они могут подумать, что он именно этим и занимается прямо сейчас. В итоге они заходят на плент. Спак наверняка будет установлен. За бэксайтом Криптиксу нельзя сильно агрессировать. Он должен дождаться союзников. И пока что стоит и ждет противников. Ну что же, Ямпи здесь с оператором максимально опасный товарищ. Он не попадает. Хроникл шикарный минус 3-5. Большинство для команды Гамбит. Он три фрага отделяет пацанов от звания. Лучшие команды прямо сейчас. Но пока Криптикс приостанавливает, осаждает. Говорит Громов, помолчи. Еще слишком рано ты начал говорить за победу. Команда Гамбит. Три в четыре большинство на поставленном спайке. Нужно удерживать. Ребята, всеми волями, неволями, правдами, неправдами. Делайте это как хотите. Но надо бронировать место на самолет. На шикарный угол Дефон делает. Счет четыре в два. Команда Гамбит. Два фрага до самолета. Ребята, надо жить. Такая ситуация уже была. И команда Ликвид ее перевернула. Не пекает. Все-таки есть минус два уже от Криптикса. Прямо сейчас нельзя отпускать такую ситуацию. Команда Гамбит. Надо жить. Надо жить. Надо жить. Как так? Редгар в соло. Один в два остается. Это будет Дефью Спайка. Серьезно, что ли, парни? Шокнарт прилетает. Редгар здесь погибнет. Это 14. 14. Боже мой, как это снова произошло. Надо подождать, когда восполнится ресурс Вайпер. И тогда можно будет вылетать. Но опять же преимущество пока что. За Ликвидами они сделали опен. Нужно продолжать. Да, есть стеночка. Спайк будет установлен. Никто не помешает этому случиться. Нет. Помешал. Натс. Минус два от Айаза. Шикарная работа. Но здесь Натса прострелит. Конечно же, это два в три. Редгар и Дефо могут все еще сделать патрон возможным. Простреливает стенку. Простреливает стенку. Патрон заканчивается. Есть минус от Дефо. Я думал, это Редгар. Но здесь Дефо подсобил все отлично. И Скрима, по-моему, не увидели, что он перебежал в район Планта. Скрим, конечно, держит шикарный угол прямо сейчас. И Редгар его здесь не чекает, судя по всему. Прилетает ревил, но это ревил Криптикса, судя по всему. Так. И в итоге Дефо. Все, заметили, заметили. Флешка. Оверфлешка. И здесь Скрим будет пробивать. Будет пробивать через ящик. В итоге Редгар его переигрывает. Один в два остается Криптикс. Шикарный фраг от него. Причем шок дартом. Забирает. И Дефо один в один остается. У Дефо нет армора. Он берет Фантом прямо сейчас. Флангует своего соперника. И пикает его слева. Дефо. И это 15-й раз для команды Гамбит. Очередной матч-поинт. Все, я замолчал, короче. Я не знаю. Я уже два раза накаркал. Третий раз не хочу. Меня тут чат просто сожрет, если я что-то не то скажу. Гамбитам пока рано расслабляться. Да еще и не дошли до установки Спайка. Без здоровья практически остается Дефо. Но живое попадание в ногу дает ему шанс. Правда, Хроникл забирает их все. С каждым мгновением у Тим Ликвид. Криптикс уже умирает. Окей. Окей, друзья. За желтым у нас продолжает отыгрывать Хроникл Ямпи. Ямпи с оператором знает, что оттуда может появиться неприятель. Ну и это опять 2 в 4. Они смогут это выиграть или уже не смогут? Линк. Ну им сложно. Очень сложно. Это понятно. Тут со всех сторон будут их забирать. Линк погибает. И Ямпи тоже. Дамы и господа. Угадайте, будет ли СНГ на мастерсе. Аж чего гадать, мы только что это увидели. Эмоции на ваших глазах. Гамбиты выбивают себе путевку в Берлин. Поздравляем их с этим. Ты счастлив? Я, да. Не дали. Не дали вы мне высказаться. Я, знаете, даже на секунду поверил вот в это, ну, недоразумение, когда я говорил 2 раунда подряд, что сейчас Гамбиты заберут. И я такой думаю, блин, ну может я реально каркаю. И ты передаешь мне слово. Я такой, я промолчу. Ну, сработало. Не благодарите, не благодарите, что подарил вам команду Гамбит на Берлине. Блин, на самом деле, если полностью серьезно, очень много хвалебных слов хочется сказать парням, потому что могли расклеиться, после счета 11-5 отдать, это 2 в 4, два раза отдать в критических моментах. Ну, блин, как это круто. Я, короче, пошел праздновать. Меняйте меня на комментаторах, не знаю, как хотите, но команда Гамбит летит в Берлин. Ну что, а теперь волю похайпует наша студия аналитики. Вам слово, ребят. Тихо, Чак-Чак, да, доигрывай, да, я. Я приду с ним. Тебе взяли, Крон, по контакту, уберите, доиграй, зашелки. Браво, тихо, Чак-Чак, все. Воспомни, все. Не беги, Харм, не беги. Не беги, все, закройте все, все. Все, закройте, закройте, Зая. Еще к нам, дюбликайте! Местим, местим! Да! 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 Да!